Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок. Жители военного городка в Дягилево против застройки местного и единственного парка. И у рыбака изъяли тротиловую шашку. Детство закончилось. Для рязанских школьников сегодня прозвенел последний звонок. Перед Успенским собором Кремля собралось 806 лучших выпускников города. Всего в этом году из 9 и 11 класса в области выпускаются более 13 тысяч человек. Для них лето становится временем перемены надежд. Впереди экзамены и получение профессии. А вот позади остается беззаботная жизнь. 25 мая в Рязани области традиционно звенит последний звонок. Торжественные мероприятия прошли в 298 образовательных учреждениях города и области. Тысячи выпускников нарядились в старинную форму, чтобы навсегда проститься с родной школой. Это так трогательно и так волнительно такие моменты всегда. Очень грустно прощаться с школой. Так не хочется расставаться, честно. Я по учителям. Буду очень по некоторым учителям скучать и по ребятам, по этому веселому времени, которое больше не повторится. Немножечко грустно, но с другой стороны осознаешь, что начинается новая ступень и что впереди будет еще много всего интересного и классного и это будет здорово. Я надеюсь, что все сдадут хорошо экзамены, всем удачи и я надеюсь, что все будут с радостью вспоминать школьное время. Ощущение, что наконец отмучились, потому что школьные годы были очень тяжелыми и сейчас ощущение свободы на самом деле. Мы все волнуемся, очень волнуемся. Ну, что поделаешь, жизнь идет вперед. Что-то кончается, а что-то еще начинается. Так что, я думаю, все будет хорошо. Мы так сплотились за эти 11 лет вместе и очень не хочется отпускать. Ну, еще, конечно же, волнение перед экзаменом, потому что это очень ответственное время. Буду скучать по своим учителям, по своим друзьям. Я очень надеюсь, что мы не потеряемся, будем видеться с ними. Ну и, конечно, наверное, будет немного грустно без таких уроков, как в школе. Торжественная обстановка и традиционные колокольчики, голуби и воздушные шары. Напутственные слова от взрослых и детей звучат в адрес выпускников. Прочувствовать момент хочется каждому, ведь такое событие в жизни бывает лишь один раз. Однако трепет и волнение в этот день посещает не только школьников, но и теперь уже бывших классных руководителей. Чувствуется, конечно, но, наверное, только в сентябре, когда я не увижу этих детишек в своей школе, тогда только действительно почувствую. А сейчас, конечно, еще до конца не осознаю, что эти дети мои, такие уже взрослые, уходят. Уже в понедельник, 29 мая, выпускникам предстоит показать свои знания при сдаче единого государственного экзамена. Первыми предметами основного этапа станут география, информатика и ЕКТ. Закончатся экзамены 1 июля. Однако сегодня у выпускников есть уважительная причина не думать об этом и от души веселиться. Что не так? Именно эти слова стали лейтмотивом сегодняшнего круглого стола, где собрались представители общественности, градозащитники, чиновники, деятели культуры, чтобы обсудить важные направления развития города. Приняли участие в обсуждении временно исполняющей обязанности главы региона Николай Любимов и член общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. О благоустройстве Рязани говорят много и давно. Политики, общественные деятели, предприниматели и простые горожане. Сегодняшний круглый стол собрал под одной крышей всех неравнодушных, чтобы наконец выяснить, что не так. Что не так с развитием городской среды и в каком направлении двигаться, чтобы стало так. Много вопросов, о которых можно долго говорить, они интересны. Кто-то обижается за то, что критикуют рязанские какие-то недостатки, кто-то наоборот считает, что их надо критиковать. Я согласен с теми и с другими, но если не критиковать, если не обсуждать эти недостатки, мы просто о них часто знать не будем. И исправлять их тоже будет, собственно говоря, некуда. Примеров много положительных. Взять только улицу Почтовую, ставшую центром культурной жизни, особенно в летнее время. Помните, ее проект рождался в результате личных инициатив и активного обсуждения с горожанами. Проголосовать за тот или иной облик улицы мог абсолютно каждый. Вот таким образом и должны происходить все изменения в городе. За круглым столом говорили о новых проектах, например, о реставрации и введении в эксплуатацию давно заброшенных торговых рядов и о возрождении рязанского ВДНХ, торгового городка. Или о велосипедной дорожке, которая, согласно проекту, проляжет от ЦПК ИО до Орешка. Пройдет по старым руслам рек и никак не помешает автодорогам. Но и о проблемах было сказано немало. Даже экология, ну, очень актуальная проблема. Вот карта свалок, если посмотреть, тут в общем-то рязани не видно, что карта народного фронта, что карта эры. Вот там второй, наверное, каждый из вас может подтвердить, это рост онкологических заболеваний в России. Это вот про мужские болезни, про женские, то же самое, из Ванина. Это вот 2015 год. А Рязань у нас находится на четвертом месте. Изменяющиеся последние годы стремительно облик Рязани, особенно исторического центра, не всегда хорошо. Это с грустью отмечают, наверное, каждый. О том, как центр города будет меняться дальше, тоже было сказано. Введен временный мораторий на застройку. Это политическая установка пока, но мы постараемся юридически посмотреть на, ну, скажем, возможность отмены тех разрешений на строительство, которые были выданы, по нашему мнению, незаконно, либо они были выданы неправильно, без обсуждения с населением, вызывают большой негативной резонанс у населения. Вот это то, что юридически. Но пока мы с городом находим общий язык, и мы мораторий этот поддержали. Судьба выживших в неравной борьбе, примеров знаменитого деревянного зодчества тоже обсуждалась. Есть очень много домов, которые сразу видны и являются действительно украшением Рязани. Я прекрасно понимаю людей, которые там живут. Жить там, конечно, нельзя. Это просто невозможно. Там люди просто мучаются. Естественно, людей надо переселить, если они, конечно, сами этого захотят. Но обычно здесь возражающих нет. А памятники в виде этих домов деревянных, конечно, должны быть сохранены. Николай Любимов, по его признанию, благодаря этому круглому столу максимально ознакомился с тем, что не так. И наверняка подобные мероприятия станут традиционными. Для того, чтобы каждый из нас мог гордиться своим городом и наслаждаться его обликом. В результате массовой застройки в Рязани остается все меньше зеленых зон. И если в центре города скромное количество парков и скверов пока еще позволяет горожанам проводить время на природе, то у жителей военного городка выбор совсем невелик. Выкопаны ямы и столбы для забора в единственном парке военного городка. Начались подготовительные работы к строительству. Судя по проводимым сейчас границам, под застройку отходит большая часть зеленой зоны. Местные жители узнали об этом несколько дней назад и сразу стали бить тревогу. Мы здесь дышим керосином. У нас постоянно полеты. Вы видите, как мы оккультурим свои дома. Как у нас красиво. И там в этом парке находится детский сад. И нам стадион. И нам очень жалко, если погубят все. И так все приходит, негодность. А парк очень жалко отдавать. Наше единственное богатство в городке – это наш парк. Мы его считаем реликтовым парком. Потому что вот кто сейчас присутствует, рассказывает. Я сажал это дерево. Я сажал это дерево. Это было после войны в 50-х годах. Тут были китайские военные, которые помогали сажать наш парк. И у жителей всегда уже несколько лет была мысль сделать этот парк летной славой имени Белякова. За этим парком ухаживают. Город не выделяет денег. Каждую весну вы увидите и ветки, и мусор. Это собирают наши пожилые ветераны. Вечером в среду на улицу вышли более ста человек. Чтобы поставить подписи против возведения здесь многоэтажного дома. Письма написали временно исполняющим обязанности губернатора региона, прокуратуру и Министерства обороны. Раньше была парковая зона. Но когда нас передали городу, почему-то здесь идет изменение всей структуры. Здесь указывает, что здесь уже не парковая зона, а как она, бесхозная зона. Жители городка также рассказали о том, что здесь старая система канализации. Новый многоэтажный дом вполне может окончательно вывести ее из строя. Уже в 90-х годах, когда был военный городок, представители водоканала говорили, что состояние водопровода и канализации в критической ситуации и не выдерживает, и не разрешали тут строить никакие дома. Вот пишет наш ветеран, что собой представляет наш канализационный коллектор. Это труба керамическая диаметром 35 сантиметров. И через эту небольшую трубу проходит все, что идет с нашего городка. Канализация у нас не справляется. Здесь она и так, здесь уже замусорена постоянно, выезжает к нам водоканал. Не справляется канализация. Вода холодная, уже в домах течет тонкой струей. Люди ночью стирают машинки свои, включают стиральные. Лишь бы был бы напор. По словам жильцов, данный земельный участок администрация города сдала в аренду на срок 10 лет. Тендер на строительство выиграл неизвестный в Рязани московский застройщик. Но сам аукцион, как таковой, не состоялся. В протоколе указано, что 9 фирм-участников на него не явились. Заранее знали, что они участвуют в этом аукционе не будут. За взятку, кому непонятно, что это был, сделан откат администрации. Именно тот, кто подписал эту бумагу на строительство. Нашли девочку для битья. Это уже не раз здесь делалось в Рязани. Сейчас займется прокуратура, если этим делом. Эту девочку просто потом под шумок уволят, кто подписал эту бумагу. Я обращаюсь к администрации, к нашим властям, к областным властям. Пожалейте городок Дягилева. Остановите, пожалуйста, строительство. Сохраните его в первозданном виде. Нам не нужен подарок в виде спортивного центра. Нам не нужен региональный футбольный манеж. Нам нужна тишина. Редакция телекомпании «Город» отправила запрос в администрацию областного центра с просьбой рассказать о правомерности возведения на этой территории многоэтажного жилого дома. Мы продолжим следить за развитием событий. В страшном ДТП в Рязанской области погиб человек. Авария произошла в Сасовском районе на трассе М-5. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Сузуки» под управлением 53-летней жительницы Москвы. В результате столкновения пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Водитель «Сузуки» была госпитализирована. Тротиловую шашку весом около 200 граммов полицейские изъяли у рязанского рыбака. В полицию обратился гражданин, который сообщил, что на берегу пруда в районе улицы Новоселов заметил у мужчины опасный предмет. Я проходил мимо, у него в пакете обнаружили, потому что как я служил, и я знаю, что это такое. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники, специалист-кинолог. Полицейский задержали 39-летнего рязанца, который рыбачил на берегу пруда, и кроме снастей в пакете принес, как он пояснил для рыбалки, тротиловую шашку. То есть никак вообще общаться не хотим, да? Злоумышленник ранее был судим за кражу и грабеж, и на пруд пришел в состояние алкогольного опьянения. Предмет, похожий на тротиловую шашку, изъяли для проведения экспертизы. Сейчас сотрудники полиции выясняют, откуда у рязанца опасное вещество. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Рязани 15-летний подросток попал под колеса иномарки. По предварительным сведениям, молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда на него наехал автомобиль. Валерий Судов еще раз расскажет о том, что вести себя подобным образом опасно для жизни. Порой даже самый спокойный участок дороги может стать местом повышенной опасности. Каждый пешеход с малых лет знает, что переходить дорогу можно только на зеленый свет светофора. Причем независимо от того, есть ли они автомобили или нет. Но такое правило раньше массово нарушалось. Группа пешеходов, которая переходила пустынную дорогу на Красный, была обычным явлением. Теперь же население стало более осторожным. Чаще всего люди ждут зеленого света, даже если машин поблизости не видно. Связано это, возможно, с большим количеством машин на современных дорогах. Правда, на это может и повлиял штраф, который придется оплатить пешеходу. Если же нет светофора, то надо искать на проезжей части зебру. Независимо от того, стерлась она или нет, о ее наличии всегда будет говорить специальный знак. Но даже если вы решите перейти дорогу в таком месте, все равно надо убедиться в безопасности маневра. Если в сельской местности нужно перейти дорогу, но поблизости нет пешеходного перехода, то необходимо выбрать наиболее освещенный участок дороги, предварительно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и, убедившись в безопасности своего маневра, перейти проезжую часть перпендикулярной обочине. Переходя дорогу в темное время суток, надо быть особенно бдительным. Именно ночью пешеходы плохо видны водителю, поэтому важно внимательно следить за движением транспортных средств. Пешеходы являются точно такими же участниками дорожного движения. И соблюдать ПДД они должны наравне с водителями. Сегодня день памяти тех, кто не вернулся. И день надежды. Символ его незабудка. Как обещание большого и сильного мира не забывать о маленьких и беззащитных. Почему дети пропадают без вести и кто помогает полиции их искать, расскажет Анна Герцовская. С каждым годом поисково-спасательных отрядов становится все больше. Первая в мире система экстренного оповещения о пропаже ребенка была создана в США в 1996 году и получила название «Амбер-Алерт», где «Амбер» – имя девятилетней девочки, трагически погибшей в штате Техас. «Алерт» в переводе с английского «тревога». В России по аналогии 6 лет назад была создана организация под названием «Лиза-Алерт». Пятилетнюю пропавшую в лесу девочку и ее тетю искали 10 дней. Сначала нашли тетю, через день нашли девочку. Судмедэксперты показали, что девочка была жива 9 дней. После этого люди решили объединиться, то есть посчитали несправедливо, что дети в мирное время погибают дети. Волонтеры, которые тогда откликнулись на помощь, заимствовали у иностранных организаций действенную методику работы с пропавшими людьми. И сейчас регулярно проводят обучение поисковиков. «Лиза-Алерт» имеет представительство в 60 регионах России. В их распоряжении вертолеты, свои кинологические службы и собственные ноги. Выходя на маршрут в лесу для поиска человека, все пути, по которым прошли поисковики, фиксируются на интерактивной карте, анализируются, найдены доказательства присутствия пропавшего. И становится понятно, где стоит искать дальше. Часто поиски происходят на отклик, однако с пропавшими детьми в этой ситуации приходится непросто. Ребенок, ну как его просчитать можно, ребенка? Невозможно просчитать. Поэтому нас обучают, как правильно искать ребенка, да, где что. Например, если в лесу потерялся ребенок, то он не откликнется на чужой крик, да, ни на ваш, ни на мой, тем более мужчины. Поэтому всегда на поиск идет кто-то близкий, там, бабушка, дедушка, мама, папа. То есть, чтобы ребенок слышал родной голос. Лиза Алерт оказывает большое содействие правоохранительным органам, представители которых напоминают о необходимости незамедлительного сообщения о пропаже ребенка в полицию или следственное управление. Организация данной работы у нас достаточно на высоком уровне. С момента поступления сообщения следователь в межрайонное следственное дело выезжает на место происшествия, это место жительства несовершеннолетнего лица, производит осмотр, опрашивает родственников, организуется поисковое мероприятие, в том числе с преувеличением волонтерских организаций. Незамедлительно после поступления данного сообщения следователи предоставляют именно в отдел криминалистики информацию о пропавшем лице. Это информация о том, как он выглядит, во что он был одет, иметь ли особые приметы и актуальное фотоизображение данного лица. Данная информация преобразовывается в видеоролик, который направляется в подразделение МЧС «Аксион» и размещается на стационарных экранах города Рязани с целью скорейшего установления местонахождения данных лиц. Пропадают дети из благополучных и неблагополучных семей и специализированных детских учреждений. Причины их пропажи разные, но стоит сказать, что с каждым годом самовольно ушедших из дома становится меньше и больше тех, кого находят. Сейчас в Рязани неизвестно местонахождение одного ребенка и большая просьба для всех горожан – обращать внимание на ориентировки, которые висят на улицах, и помогать в поисках людей. А те, у кого пропадают близкие, не медлите. В первый же день можете обратиться с заявлением в полицию, описать приметы пропавшего и предоставить информацию о возможном местонахождении человека. И напоследок, сегодня красивыми хотят быть все. И в наше время тенденция такова, что к внешней привлекательности стремятся не только женщины, но и мужчины. Салон «Шерлук» совсем недавно открыл свои двери и уже сегодня радует клиентов как стильными женскими прическами, так и модными предложениями для мужчин. Каждая женщина, приходя в салон, должна быть уверена, что свою красоту она отдает в надежные руки. Сделать прическу к торжеству, покрасить или постричь волосы, обновить маникюр или педикюр. Придя в салон «Шерлука», вы можете быть уверены, что попадете действительно в руки профессионалов. Вас приветливо встретят, предложат чай или кофе, а мастера создадут именно тот образ, который пожелаете. Работает салон исключительно на профессиональной сертифицированной косметике «Вэлла». А помимо стандартного набора парикмахерских услуг, есть и эксклюзивные. Например, окрашивание, которое не только никак не навредит волосам, но и придаст им действительно неповторимый и единственный в своем роде цвет. «Эксклюзивное окрашивание «Вэлла» гранулами «Вэлла Инспайр». На такой продукции не работает ни один салон в городе Рязани. Мы делаем эксклюзивные цвета». Рады здесь не только женщинам, причем и мужчинам отведен отдельный зал, в котором размещена барбершопа, где можно не только постричься, но и привести в порядок усы или бороду, если они у вас есть. Стрижки только ручной работы. Мы не стрижем машинками. У нас есть тоже эксклюзивная услуга для мужчин – это камуфляж. Это не окрашивание, это именно… Мы работаем мужскими красками фирмы «Американ Крю». Это камуфляж седины. Мы можем подчеркнуть, сделать более яркой бороду, усы, оформить красивую окантовку, ну и также брать седину. Кстати, можно не только сбросить пару лет. Предлагаются сильные половины и услуги педикюра и маникюра. Прийти в салон можно и сразу вдвоем. Например, если не готовы расстаться с любимым человеком даже на время. Двойной педикюрный спа-комплекс позволит мастерам создавать красоту вам одновременно. Также салон предлагает услуги проведения мальчишников и девичников. Сюда можно прийти и для проведения фотосессии. Просторное помещение и работающие кондиционеры создают действительно ощущение комфорта. И вообще кажется, что продумали здесь абсолютно все. Начиная от силиконовых подголовников, которые делают мытье головы абсолютно комфортным, до оборудования для инвалидов-колясочников на входе, установленного в рамках программы «Доступная среда». Работает салон на Шерлука с 10 утра и до 10 вечера до последнего клиента. Но можно попасть и к мастеру и в 8 утра, если заранее записаться. А все клиенты вносятся в базу, после чего действует накопительная система скидок. Также в салоне можно приобрести подарочные сертификаты. Есть возможность безналичной оплаты по картам и системе Apple Pay. И на этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения вечера. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступная ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО ВТБ-24. Субтитры создавал DimaTorzok